Утро Обыкновенное весеннее утро 12 апреля 1961 года Несколькими часами позже его назовут утром космической эры На околоземную орбиту готовится отправиться человек Гражданин страны Советов Юрий Алексеевич Гагарин Здравствуйте, правда, вас вызывает Париж Говори, пожалуйста Идеи Константина Эдуардовича Целковского О покорении космического пространства С его неограниченными просторами и богатствами Покорили и нас, его учеников И стали главным делом в нашей жизни Развитие ракетно-космической деятельности Достигло большого размаха после Великой Октябрьской революции Еще на окраинах Родины шли бои с остатками контрреволюционных банд Когда в Москве весной 1921 года Была организована государственная научно-исследовательская И опытно-конструкторская организация По разработке ракет на бездымном порохе В 1925 году эта организация Перебазировалась в Ленинград Где и получила свое окончательное наименование Газодинамическая лаборатория Или сокращенно ГДЛ В этой лаборатории были разработаны Первые образцы ракетных снарядов На бездымном порохе Прославившихся во время Великой Отечественной войны Известной под названием Катюша В этой же лаборатории нами был создан Первый отечественный двигатель ракетный на жидком топливе Ну и ряд последующих двигателей И в конце концов серия мощных двигателей Используемых на всех ракетных носителях И летавших в космос Осенью 1931 года Стали возникать группы энтузиастов Ракетной техники в разных городах Первые советские ракеты на жидком топливе Были разработаны в Масгирде И пусками их руководил Сергей Павлович Королев Тридцатые годы Романтическое время Первые пятилетки Первые колхозы Рождался новый мир И рождались новые люди Еще не успели они привести в порядок свою землю А взорами, помыслами своими Уже стремятся в небо Рвутся в космос 75-летие Константина Эдуардовича Циолковского Превращается во всенародный праздник Его слова о звездоплавании Слушают с нескрываемым восторгом Готовы хоть сегодня лететь к звездам Наш фильм мы начнем с рассказа О нескольких событиях 1934 года Которым суждено было найти свой отклик В памятном 61-м космическом году Прокладывая северный морской путь 14 февраля 1934 года Затонул ледокольный пароход Челюз 104 человека высадились на лед Иностранные газеты на вопросы своих читателей О возможности спасения людей Отвечали пессимистически У страны советов слабая авиация У русских летчиков нет опыта полетов на север Но советские люди совершили невозможное 13 апреля последние пленники севера Были вывезены самолетами на большую землю Весь мир убедился в том Что страна советов в короткие годы Обрела мощные крылья Семи летчикам было присвоено только что Учрежденное звание Герой Советского Союза Один из отважной семерки Николай Петрович Каманин Много лет спустя станет наставником и другом Первого космонавта Земли Юрия Гагарина Деревня Клушина Деревня Клушина На Смоленщине 9 марта 1934 года Произошло пока никем не замеченное событие В семье колхозников Алексея Ивановича И Анны Тимофеевны Гагаринах Родился третий ребенок Сын Назвали его Юрием Ленинград Все тот же год 1934 С 31 марта по 6 апреля Здесь в Академии наук Проходила первая всесоюзная конференция По изучению стратосфер Почетным председателем президиума конференции Был избран Циолковский Проблемам реактивной техники Конференция уделяла особое внимание Доклад о ракетных летательных аппаратах И о проблемах полета человека в стратосферу При помощи ракеты Сделал инженер Сергей Павлович Королев Но наряду с разработкой Теоретических проблем Сергей Павлович Много времени уделял практике Испытание ракетоплана Его конструкции Коллектив Гирда Провел перед самой войной Тогда же заканчивали создание своего самолета с реактивным двигателем Конструкторы Березняк и Исаев Однако работы были неожиданно прерваны войной Лишь в мае 1942 года Уже за Уралом под Свердловском Капитан Бахчеваджи Поднял в воздух наш первый реактивный самолет Пи-1 И было это в те суровые дни Когда гитлеровцы рвались к Сталинграду Война Юре Гагарину в те страшные годы Было немногим более Семи лет Это подлинные кадры Только что освобожденного Жацка Здесь среди этих мальчишек Вполне мог быть и Юра Гагарин Мы уже привыкли к кинокадрам легендарных «Катюш» И их победоносных военных залпов «Катюши» — это тоже ракеты И они стали как бы символом нашей победы Отгремели бои Наши люди занялись не только восстановлением разрушенных городов и сел Фабрик и заводов Но и укреплением обороноспособности Субтитры создавал DimaTorzok